Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться! Привет, друзья мои! Готовлю Ашка ему завтрак. Мы вчера делали тантунь, у нас остался лаваш. И я его мелко порезала. Залила двумя яйцами. И сейчас ему сделаю такой блин. И всё на сковородку. И сейчас кусочек сыра. И буду кормить его. А сегодня я села на диету. Диета у Гулава. У меня есть такое видео, как можно похудеть. На 7 кило или больше, после 45. Так что всё, начинаю худеть. Стала на весы, чуть инфаркт не получила с утра. Надеюсь на вашу поддержку. Будем худеть вместе, мои хорошие. Эндер пришёл с базара. Ещё в супермаркет сбегал. И я вам покажу, что он и сколько потратил. Вот на всё вот это он потратил 180. Вот смотрите, это чек от супермаркета. И 70 или 80 лир он заплатил на базаре. Приступаем. Эндер сказал, что Вашингтоны сегодня очень дорогие. Вот это всё 10 лир. 5 лир килограмм. Так, ну он взял зелень. Огурцы купил. Вобью. Картошку. Перец такой. Помидоры по 5 лир очень хорошие. Помидоры такие хорошенькие помидорчики. Купил бананы. Лук купил. А яблоки забыла. Аж к ним сейчас его отправлю. Я же села на диету. И яблоки мне нужны. Купил мне кабачки. Мандарины купил. Это кажется 10 лир. Столько кило здесь. Так, ещё что купил в супермаркете. Яйца купил. Сливочное масло купил килограмм. Два молока взял. Семечки такие на базаре. Мне чай для похудения. Мой муж очень переживает за меня. Рис он купил. Этот сейчас я вот замочила. Буду готовить нохут. И испанак купил. Ну вот и такую курицу. Курица стоит почти 2 кило. 21,80. 21,95 это яйца. Ой, яйца подорожали. Было раньше 15-16. Вот такой вот сегодня у нас базар получился. Я сейчас буду ему готовить нохут с мясными косточками. Вот нохут я сейчас отправлю его в скороварку. Я его замочила горячей водой. Быстренько, чтобы он сварился. Вот тут у меня вот эти косточки. Они тоже разморозились. Мясные. И вот такой сегодня будет обед у моего мужа. А я такая несчастная, вся голодная, друзья мои. Посмотрите, они съели моё. Посмотрите, голуби. Ах, негодяи. Всё поели. На солнышко я поставила. Они всё поели. Мой лён. Ашка, кушла, рыбини, чичакля, риёрла. Ашка. Сейчас первый день диеты моей очень страшно. С утра было, а сейчас ничего. Ашка уже говорит, ты так похудела. Боже, что уже не дать, не бреди и продолжать. Я, значит, сегодня у меня в рационе литр молока, вечером 100 грамм хлеба чёрного и стакан томатного сока. Сама приготовлю томатный сок один день, а завтра уже будет у меня кушать. Еда будет. Купила курицу, сыр у меня есть. Ну, я вам покажу, как будет дело. А то сегодня встала на весы. Он, наконец-то, поменял батарейку. Я ужаснулась. Не сильно ужаснулась, но... Да, ужаснулась Светлана. Пора ей худеть. Я занималась. Я забыла сказать, что он ещё и купил шпинат. Я его промыла. Сейчас высушу и, наверное, нарежу так и в морозилку. Когда будет у меня желание, тогда я приготовлю. У меня очень хорошие подписчики есть на Ютубе. Мира, Мира. Прислала мне информацию о том, что горячая вода, лимонная, убивает клетки рака. И я сразу же заварила лимонную воду горячую. В холодной воде сохраняется витамин С, ну а горячая убивает клетки рака. Так что давайте вместе начнём себя беречь за здоровый образ жизни. И будем лечиться, делать профилактику всем болезням. Отварила я нут. Варить мясо. И пойдём с Ашкэмом гулять. Первый день диеты проходит очень активно. Мы ещё пошли вот на разминку хотя бы полчаса. Быстрым шагом гуляем с Ашкэмом. Пью молоко целый день. Ну а вечером меня ждёт мой ужин. Вот такой красивый ужин я приготовила мужу. Сноху там мясо. Вы видите. А такой ужин буду есть я. 100 грамм хлеба, 100 грамм. И стакан томатного сока. Вот так вот, друзья мои. Красота требует жертвы. Всем привет, друзья мои. С вами я, Светлана Ата. Сижу на балкончике, пью своё кофе. И вот мой завтрак сегодняшний. Третий день диеты. Я выдержала. Ну вообще, когда человек чего-то хочет, добивается, я по себе сужу. Я обязательно всё выдержу. Да, первый день был немножко сложноватый. К вечеру было полегче. Вчера тоже было легко. И я бы со своих дел. Даже забыла про еду. Вечером только поужинала. Не три раза, а два раза. Сегодняшний день у меня овощной. И я вот тарелка у меня один, значит, Вашингтон и яблоко. И кофе без сахара, естественно. Что, о чём хотела бы с вами поболтать с утра. Видео моё о истории подписчицы. И вас, вам очень, видно, понравилось. Столько мнений. И мнения бывают разные. Сколько людей, столько мнений. Не так ли? Но то, что эта история действительно ещё не закончилась. Что могу добавить? Что моя подписчица, она не собирается возвращаться к этому. Мужу. И некоторые там написали, что я неправильно советую. В каком смысле, что я и посоветовала до утра дотянуть и поговорить нормально с мужем. Но ничего не получилось. Почему так делается, друзья мои? Мои хорошие женщины, девушки. Дело в том, что когда выходишь замуж, и ты же выходишь осознанно. Вот я по себе. Если бы не было любви к этому человеку, то как можно так всё рушить из-за какой-то мелочи? Я считаю, у неё, видно, это не получилось. А все ситуации нужно обсуждать. Вот мы, допустим, с Ашкемом тоже как начинали строить жить. Я сначала подстраивалась под него, смотрела, какие у него взгляды на жизнь. Как здесь всё происходит. У нас в Грузии, например, по-другому. Мужчины ведут себя по-другому. И турецкие мужчины отличаются от грузинских мужчин. Это точно. Поэтому я изучала своего мужчину. Но когда она поговорила с ним, он ещё хуже стал. И вот он наставил на разводе, поэтому у них ничего не получилось. Если бы он был по-другому настроен, видно, он никакой любви там не было, я так думаю, то он бы ни за что бы не отпустил свою женщину. Мы тоже вначале с Эндером какая-то ситуация была, такая какая-то помелочёвка, я даже не могу вспомнить. Просто надул губы и всё. Оказывается, из-за еды какой-то что-то я там не посолила. И не разговаривают. Я так села. Один день я тоже. Поупрямничала. И к чему это привело? Ни к чему. Я нервничала, места не находила. Я не хотела такой жизни. Жить вместе. Рядом с человеком находиться, который со мной не хочет разговаривать. Я его посадила. Говорю, так, давай садись, будем решать, в чём дело. Ну я же тебе так и так. Ты говоришь так, а делаешь так. Хорошо, говорю. Я постараюсь исправиться. Всё. Я говорю, я, если ты будешь так дуться, это неправильно. Мы для чего вместе? Чтобы быть счастливыми, чтобы приносить радость. Я говорю, я убежала от того ужаса, в котором проживала. Я приехала в страну чужую, оставила свою семью, оставила свою любимую работу, оставила своих знакомых ради тебя. Так что поэтому обижаться не надо. Нужно посадить, если что-то тебе не нравится. Сказать, Светлана, ты делаешь неправильно вот так и так. Я тебе скажу тоже, что ты делаешь неправильно и всё, решать проблемы. Не так ли, мои хорошие? У нас это другая ситуация с мужем. А у этой женщины другая. Он наставил на разводе, поэтому не было никакой там любви, я думаю. Поэтому это и закончилось тем, что она сбежала от него. Сбежала от него, сейчас не будет. Она не хочет подавать на развод. Потому что он очень... Знаете, что он сказал в последний момент? Я тебе отдам, верну всё твоё золото, но ты мне только дай развод. Видно, чего-то он боится. Вот какая причина. И она уже тоже задумалась над этим. Но когда я с ней созвонюсь, поговорю, я буду рассказывать вам постоянно об этой истории. Но я хотела только, чтобы сгоряча никто не делал поспешных решений, не принимал. Потому что утро вечера мудренее. И утром она, например, вечером она не смогла поговорить, она утром уже остыла. Поговорила с ним, но он не пошёл на контакт. Развод, развод. Вот такая вот у них история. Так что, вот хотелось очень поговорить на эту тему. Так вчера просмотрела ваши комментарии. А сегодня вот я вот с утра сделаю макияж свой. Почему? Потому что иду за зарплатой, получать свою зарплату. Еврики, еврики, еврики. Да, сейчас мы вчера вечером пошли в банкомат. Банкомат не выдал. Говорит, надо идти в банк. Такую сумму надо получать в банке. Но мы идём получать в банк. Вот сейчас чай поставила. Поговорю с вами, буду будить Ашкема. И сама буду кушать завтрак. Свой позавтракаю. На обед у меня овощной суп будет. Потом покажу вам. Ашкем за мной ухаживает эти два вечера. Понимает, что сложная диета. Носит мне, принёс мне тарелку фруктов вчера, позавчера. Говорю, нельзя. Он говорит, ну чуть-чуть нельзя. Как умолял меня. Я сказала, Ашкем, гиторадан. Ставь меня в покой. Говорю, нет, и всё. Я сказала, я сделала. Так что вот сегодня, спустя три дня, я кушаю фрукты. Вот такое вот у меня настроение вообще. Мы с ним ходим сейчас каждый вечер. Вчера тоже ходили. Видео не снимала вчера. Ходили с ним. Так что занимаюсь и режимом, контролирую, и спортом. Результаты должны быть. Доплю чай. Пойду заниматься делами. Зарплату получила, накупили фарша, и кур, и мясо. Мои хорошие, мы с Сашкой мог гуляем. Как я сказала, уже получила зарплату. И шоппинг, шоппинг, опять шоппинг. Это такое... Всё, спасибо платформе ГИГУЭС. Я безумно счастливый человек, что я в этом бизнесе, что этот бизнес даёт мне возможность купить всё, что мои глаза хотят и сердце желает. И присоединяйтесь, действительно. Здесь есть деньги. Я вас обманывать не буду. Какое же красивое растение. Вы видите, фикус два в одном. И он зацвёл. Обалденная красота. Вот так вот в осени цветут деревья Мерсине. Сейчас я вам покажу, сколько что стоит в нашей Турции. Смотрите, Келебек ножки стоят 17,51. Так, значит, фарш из говядины я не брала, из баранины. 52 лиры на 60,94. Сколько мы тут взяли? Больше килограмм. Посмотрите, так красиво упаковали. Так, я купила. 2 кг, наверное, будет здесь. 42,25. Бонфиле. Грудки. Решила попробовать вот такой сыр, потому что мне для диеты нужен твёрдый сыр. Стоит он кошар, старый кошар. 55, ну, полкило почти здесь, да? Я так понимаю. И вот купила голландский сыр. 130 кг стоит. Вот это вот стоит 35, ну, вот. В общем, такие покупочки. 176, кажется, я заплатила, да. Так что, вот, фрукты лежат, а мне фрукты можно было утром только сегодня поела. Ну что, сейчас буду готовить свой суп. Ой, у нас газ закончился. Сейчас это обрадует Ашкыма. Немножко пошутаю. Ага. Ну, надолго хватило. Мы, по-моему, в августе куда-то покупали. Вот что я себе приготовила. Фасоль отварила. И вот такой суп. Часо вечера, а я обедаю. Надо уже ужинать. Смотрите, что я приготовила. Это суп из кабачков. Болгарский красный. Петрушка, лука. Картошки здесь нет. Картошку вот я отварила. И с фасолью. Вот это вот мой ужин. Без хлеба сегодня. Ашкым пошел и пришел. С па-кубками. Купил картошку такую. Купил рыбу три вида, говорит. Хамса. Надо ее чистить. Барбуль и гюнеш. В общем, закупились мы продуктами. Думаю, что хватит надолго. Видите, какой красивый соус я приготовила мужу. А он захотел другой ужин. Вот какой ужин захотел мой Ашкым. Хамсу. И эту хамсу я ему пожарила. Он сам себе сделал салатик Ашкым. Балык-соверчик Ашкым. Вот мой Ашкымчик. Есть балык. После рыбы жарки столько всего нужно было помыть. Фрукты стоят. Есть не могу. Посмотрите, сколько у нас фруктов. И тут у нас только фруктов купили. А Светлана не ест. Фрукты только утром можно. А сейчас по моей диете можно только два огурца, два помидора. Но что-то мне не лезет. Лучше я почищу себе морковку. И уже, считай, этот день прошел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова